Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа-Регионы». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных темах выпуска. Важные вопросы. Совместный приём граждан провели глава «Анапа» Сергей Сергеев и депутат Государственной Думы Иван Демченко. На страже здоровья очередной профилактический медицинский осмотр состоялся в селе Витязева. Новые русские сказки. В минувшие выходные состоялась презентация книги кубанских авторов «Послесказе дети». По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, с сегодняшнего дня на территории Кубани прогнозируется сильный дождь, переходящий в мокрый снег, что может стать причиной обрывов электролинии и гололедицы на дорогах. Каким капризом погоды готовится «Анапчанам» и какова ситуация на курорте в данный момент, рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Погодные факторы сейчас у нас следующие. Температура плюсовые режимы и днем, и ночью, они колеблются от плюс 4 до плюс 9 в настоящий момент. Следует отметить, что в январе месяце выпало порядка 50 мм осадков, что примерно соответствует месячной норме среднегодовой, январской. Если в пересчете на летний период, то это практически две месячные нормы. Нужно отметить то, что в этот период у нас наблюдалось резкое понижение температуры до минус 17 с сильным ветром, что обусловило промерзание почвы на 25-30 см. В последние дни резкая ситуация ухудшилась в паводковой ситуации. Она обусловлена тем, что выпала дополнительно за первые 5-6 дней февраля еще практически месячная норма. Причем она выпала вот в эту ночь. И в промерзшей почве все сходы паводковой воды попали в водотоки. В этой связи уровни водотоков поднялись от 20 до 80 см. В настоящий момент работают 6 оперативных групп по обследованию водотоков и всех водных объектов. Это в первую очередь наши пруды-накопители, их ледостав, их наполняемость, их инженерная готовность к пропуску паводковых вод. Результат обследования оперативных групп на сегодняшний день удовлетворительный. Особую угрозу представляют, это прежде всего, долина Суко, устье реки Анапки и район станицы Гастагаевска. На данный момент в станице Гастагаевска работают две оперативные группы, потому что по улице Мира мы в верховьях реки Гастагайки имеем переполнение реки. И часть даже грунтовой дороги идет через грунтовую дорогу паводковые воды. Проезд там возможен и оперативная группа там дежурит до тех пор, пока паводковая ситуация не ослаблена. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской оборудования и защиты населения предупреждает соблюдать меры личной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при управлении автомобилем. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо звонить по телефону 320-94-010-051. Сход жителей прошел в Субсехском сельском округе. В нем приняли участие все службы города-курорта. Рассмотреть особенно острые вопросы, которые волнуют людей, и взять их решение на контроль. Таково было поручение главы Анапы. Чаще других звучали темы ремонта дорог и развития инженерной инфраструктуры. Сход собрали в СУКО. В коллективном письме жителей ряд важных вопросов. Каждый из них требует отдельного рассмотрения. По всему поселку, по улице Советской, тротуар здесь проложит. Благодаря нашему депутату. Он рискует, так сказать, это все. Он все сделал, где-то при этом осталось. Дорога краевого значения. Ремонт должно выполнить ДРСУ «Вираж». Но в ближайших планах дорожников другое село округа. Планируется закончить полностью комплекс всех ремонтных работ, в том числе и восстановление тротуара по Ваваровке. Следующим этапом ремонта этой дороги, включая ремонт всех сооружений на данной дороге, в том числе и тротуара, планируется именно на этом участке. От поворота от смены и до конца участка. Все службы подключатся к тому, чтобы проблемный участок вошел в краевой план ремонта на 2018 год. Дорога к морю должна быть безопасной. Новое строительство в СУКО – еще одна причина беспокойства местных жителей. Инженерная инфраструктура работает с полной загрузкой. Сети принадлежат Министерству обороны. Ведомство дает строителям все новые разрешения на присоединение. Грамотные инвесторы стараются быть независимыми. Выход находят в локальных сетях. Строят собственные очистные сооружения и ремонт прилегающих сельских дорог в конце строительства внесли в план. Очистные сооружения высокоэффективны. Степень очистки до 100%. После очистки также вода будет обрабатываться устрофиалистовой лампой. В ней микроорганизмов никаких не будет. Совместно с селянами застройщики здесь же на сходе определили, что ремонт пройдет в переулке Дорожном и на улице Учительской. Всего во время схода поступило более 20 вопросов по разным направлениям. Жители СУКО могли получить ответы и на личные вопросы. Консультационный центр работал и до схода, и после него. Совместный прием граждан провели глава НАПО Сергей Сергеев и депутат Государственной думы Иван Демченко. На первый план вышли вопросы социальной сферы. Две ключевые фигуры – глава курорта и депутат, представляющий интересы Анапы на государственном, федеральном уровне. В первую очередь к ним на прием устремились руководители социальной сферы. Озвученная ими проблематика касается не одного десятка человек. Ответственность Татьяны Громыко, заведующей 18-м детским садом, одной из самых больших в крае учреждений дошкольного образования. Муниципалитет ежегодно выделяет средства на ремонт здания и создание комфортных условий для воспитанников. За последние три года свыше 24 миллионов рублей. Еще пять в срочном порядке, необходимые на ремонт кровли. Значит, давайте, я посмотрю, сейчас пришлю людей, они осметят по новой. Само же компания, которая будет делать. Хорошо. Да, Сергей Павлович, мы сделаем так, напополам. Я не думаю, ну, может быть, пять и будет, а может быть, а там на ремонт или на замену? Нет, это полностью. Пять – это полностью. Да, она сказала, там… Ну, латать смысла нет. Латать смысла нет. Начальник управления здравоохранения отчитался о ходе ремонтных работ в городской поликлинике. Капремонт, холла, регистратуры, входной группы оплатит Иван Демченко. Первый транш – один миллион рублей – уже перечислен. Мы купили, согласовываясь все это с докторами, с заведующей в первую очередь, это не мое, там решение было, не курирующего зама. Значит, самое необходимое мы купили, оснастили кабинет артермологический, там компьютерный комплекс для диагностики, как бы, заболеваний, подбора, коррекции зрения. И купили целый, как бы, перечень медицинской мебели. Ну, они вещи не очень крупные, но их просто не было у нас. А они нужны? Они очень нужны, по табелю оснащенности все строго, в соответствии с тем, что должно быть. Вот, все это уже сегодня реально в кабинете стоит, пользуются врачи, пользуются люди этим. Вы сейчас посмотрите по участковым больницам, где нужны УЗИ. У вас, ну, в Анапске 100% нужен, правильно или нет? Да, это уже было. Сделали уже. Мы переговорили Юровка и Анапск. После аудита, сметы расходов и утверждения главой курорта депутат готов перечислить оставшиеся 2 миллиона рублей. Потратить средства максимально эффективно, твердые условия Демченко. Для Юровки в этом году приобретут аппарат УЗИ. С частным вопросом на прием обратился Виталий Сероштанов. Но финансировать строительство магистрального водопровода еще на одной улице Анапской муниципалитет не может. Центральные сети есть. Позаботиться о сетях разводящих должны частники. Это частное домовладение? Частное. Значит, никто вам дом, сюда воду за счет бюджета везти не будет. Понятно? Да? Делайте кооператив, складывайте деньги, нанимайте подрядную организацию, она вам сделает, тех условий вам дадут на подключение сюда. Здесь это ваш водовод, понимаете, о чем вы. Вам нужна вода. Но магистральный. К магистральному вам дают подключение бесплатно. Главы сельских округов, руководители общественных организаций и творческих коллективов побывали на встрече с Сергеем Сергеевым и Иваном Демченко. В Анапе работают приемные депутаты Государственной думы Ивана Демченко. Обратиться можно в понедельник и вторник с 10 до 12 часов по адресу улицы Крымская, 125, здания общественной приемной партии «Единая Россия». В минувшую субботу специалисты Центра медицинской профилактики провели очередной день здоровья для жителей сельских округов. На этот раз на профилактические медицинские осмотры в амбулатории номер 8 медики пригласили жителей села Витязева. Жители Витязева первыми оценили работу передвижного цифрового флюорографа. Кроме того, что он мобилен, так еще оснащен самым современным рентгеновским оборудованием. Оборудование хорошее, пропускная способность хорошая, качество снимков хорошее. Оценивать и диагностировать разную патологию очень хорошо. То есть мы сразу делаем снимки, снимки на экране, можно посмотреть, оценить, если нужно, надо обследование направить. Качество хорошее, результаты здесь тоже даются. Только за одно утро обследование прошли более 80 жителей Витязева. Теперь сельчанам, чтобы сделать флюорографию, больше не придется ездить в городскую поликлинику. Ее сделают по месту жительства. Очень нужное дело, очень нужное, потому что очень трудно попасть в городе, в Анапе, на флюорографию. Во-первых, приедешь еще, не каждый раз и попадешь. Во-вторых, надо приезжать второй раз за этим, за ответом. А мне уже 86. Трудная дорога, понимаете? А здесь это очень удобно. И многие пройдут флюорографию, потому что очень многие флюорографию не проходят. Оценить работу нового оборудования приехала первый заместитель главы города. По словам Людмилы Мурашовой, работа по модернизации будет продолжена. А сегодня необходимо основное внимание обратить на организационные вопросы. Вот первый раз вывезли эту машину, и теперь наблюдаем и смотрим, как она у нас работает. Это первое. Второе. Сейчас будем думать, если будут вопросы, что сделать для того, чтобы она работала лучше. Флюорограф приобретен по желанию жителей нашего города, особенно сельских территорий, которым действительно тяжело доезжать до города. Но тяжело в том плане транспортные развязки, время нужно найти, в очереди постоять. А здесь все-таки мы медицину приближаем к жителю сельского округа, в первую очередь, станицы, села, поселка. Я думаю, что это хорошо, и я думаю, что мы найдем общие пути решения этих задач, вопросов. Кроме этого, каждый участник Дня здоровья имел возможность пройти диагностическое и комплексное обследование, измерить атропометрические данные, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, провести эксперт-анализ общего холестерина и глюкозы крови и многое другое. Основные проблемы сейчас у взрослого населения – это впервые выявлено глаукома, повышение внутриглазного давления. Это, я считаю, наверное, одна из самых первых причин слепоты уже в мире идет. На втором месте, думаю, стоит уже катаракта, но они как бы на одном уровне, но глаукома, я думаю, уже лидирует по заболеваемости. Сельчане получили консультации узких специалистов – эндокринолога, невролога, терапевта, кардиолога, офтальмолога, уролога, педиатра, лор-врача. Всего было осмотрено более 200 человек, проведено почти тысяча консультаций. Аспекты введения платы за пользование курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края обсудят на круглом столе в рамках выставки «Анапы. Самое яркое солнце России», сообщает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Глава регионального Минкура Христофор Константиниди изложит видение Кубани по введению курортного сбора на территории края. Расскажет об особенностях санаторно-курортного комплекса региона, которые необходимо учесть при разработке закона проекта. В дискуссии также примут участие глава города-курорта «Анапы» Сергей Сергеев, советник руководителя Федерального агентства по туризму Евгений Куделя, председатель комитета ЗСК по вопросам санаторно-курортного комплекса Александр Джеус, представители налоговой службы и санаторно-курортных и гостиничных организаций края. Круглый стол введения платы за пользование курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края состоится 8 февраля с 13.10 до 14.40 в спорткомплексе «Витязь». Аккредитация СМИ по телефону и электронному адресу указана на экране. В минувшие выходные состоялась презентация книги «Послесказы дети», которая недавно вышла в Краснодарском издательстве «Традиции» и включила произведения 9 кубанских авторов. Среди них и анапские писатели. Один из них, Сергей Левин, сегодня отмечает свой день рождения. Коллектив нашей телерадиокомпании присоединяется к поздравлениям. О старых сказочных героях и новых приключениях в сюжете. Профессиональные писатели и журналисты поставили перед собой непростую задачу создать на основе русских народных сказок новые оригинальные произведения, адресованные самой взыскательной аудиторией – детям. Кто-то написал продолжение знакомых всех с пеленок историй «Колобок в поисках приключений» или «Как журавль на цапле женился», а кто-то переосмыслил фольклор с учетом современных реалий. Елена Суханова написала увлекательный сказочный детектив «Поди туда, знаешь куда, принеси то, известно что». Причем изначально в проекте рассматривались совсем другие сказочные персонажи. «У меня была идея взять сказку про зайку, как зайца обижают, а волк ему помогает решать эти проблемы. Но я вынашивала эту идею, и волк у меня получался таким детективом, как в американских фильмах, какой-то крутой парень. И он какой-то не по-детски у меня крутой выходил. Поэтому я решила все-таки остановиться на коте и невидимке, они такие волшебные персонажи. То есть мне показалось, что так будет все-таки лучше». А вот перу Ирины Иваськовой принадлежит оригинальный взгляд на хрестоматийную репку и озорной школьный репокур. Как признается сама писательница, в этом направлении работать было интересно. Написать продолжение новой истории со старыми персонажами может не каждый. «Для автора это своеобразный вызов. Взять персонажа, известного каждому ребенку и взрослому, и создать историю, которая интригует и держит напряжение практически до самого конца. Непонятно, почему и что случается с персонажем этой сказки». Важнейшую роль в издании сыграл анапский художник Илья Копанев, создавший и играющий весь всеми оттенками красок иллюстрации, украсивший эту добрую и светлую книгу. Сейчас этот удивительный эксперимент, задуманный и воплощенный в жизнь известным анапским поэтом и прозаиком Сергеем Левиным, можно назвать полностью удавшимся. Небольшой тираж после сказей буквально разлетелся по читателям. Сегодня книгу можно встретить в частных коллекциях не только жителей нашего города, но и в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Тамбове. Сказки востребованы как жанр, что в них есть интерес и потребность у читающей публики. Причем наша задача была благодаря вот этим новым версиям сказок привлечь внимание к сказкам оригинальным, чтобы люди, прочитав наши истории на современном уровне, на современном языком написанные, рассчитанные на современного читателя, чтобы они обратились к истокам. Открыли те же самые сборники сказок Афанасьева и получили удовольствие от самой кристально чистой русской народной сказки. Тираж «Послесказья дети» составил одну тысячу экземпляров. Солидная для современного книгоиздания цифра. Это ровно тысяча солнечных добрых книг, возвращающих маленьким и те, кто постарше, традиционную прелесть русского фольклора в современном и невероятно интересном облике. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы новостей – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Ваше здоровье в надежных руках. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова